Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами разбирать первое послание апостола Павла Коринфина для библейского портала Экзегет. И с вами священник Иоанн Тераутс. Давайте приступим. Как уже было сказано ранее, при разборе предыдущих глав 14 глава является завершением вот этого блока о дарах духовных. Если мы в 12 главе говорили о самой проблеме, о том, как апостол Павел ставит эту проблему и апеллирует к единству церкви как тела Христова, то 13 глава — это гимн любви. И вот 14 глава. Давайте с вами попробуем разобраться, о чем же здесь говорится. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайны говорит духам, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Вспоминаем здесь о том, что люди, которые обладали даром языков, на этих языках говорили в собраниях, ну, соответственно, на богослужениях, в присутствии других людей. И многие их не понимали, точнее, никто не понимал их, кроме самого того человека. Здесь речь идет не о личной частной молитве, в которой человек может реализоваться в любом языке, а здесь речь идет об общей молитве, которая необходима, чтобы доходила до каждого. И вот здесь речь о пророчестве. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Но как же можно ревновать о дарах духовных и о том, чтобы особенно пророчествовать, если Дух Святой раздает эти дары по своему разумению, свободно? Как, возможно, ревновать о каком-то отдельном? На это стоит обратить внимание. Дело в том, что человек может и спросить у Бога определенного дара, или община может молиться об определенном духовном даре, который ей наипаче необходим. Далее. А кто же такой пророчествующий? Это тот, кто проповедует, это тот, кто говорит слова Божии, это тот, который открывает что-то, что было открыто этому человеку. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Здесь уже речь идет об общей пользе. Есть самоназидание, есть свой личный подвиг, а есть тот подвиг, который полезен не только мне, но и целой общине. И это ставится на уровень выше. Здесь мы видим, в принципе, достаточно понятную культуру эллинистическую в словах апостола Павла, когда общее благо ставится выше индивидуального блага. Сегодня мы с вами живем в мире, где постепенно индивидуальное благо становится на более высокую ступень, что, конечно, не может не вызывать определенного беспокойства. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Давайте обратим внимание на следующий фактор. Апостол Павел явно обладает этим даром языков, наверное, даже в большей степени, чем многие, а то и все его последователи, христиане коринфской общины. Но в то же время он говорит, я хочу, желаю, чтобы вы все говорили языками, для того, чтобы не было между вами этого разделения. Он не хочет бахвалиться, он не хочет возвышать себя, как более преуспевшим в дарах Духа Святаго, более преуспевшим в проповеди. Но здесь он говорит, опять же, об общей пользе. Она необходима. Человек, пришедший в храм, может услышать прекрасное пение, прекрасное чтение, но если он не погружается в саму суть происходящего, это воздействует не только на его чувства, и не воздействует на его разум, и, соответственно, не меняет его жизни, не наполняет его определенными мыслями, которые заложены в этом, в этих молитвах, в этих обращениях к Богу. Невозможно работать только непосредственно с эмоцией человека. Дальше апостол Павел делает удивительное сравнение. «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Так вот, он ассоциирует это с музыкальными инструментами. Очень важно, чтобы мы понимали, к чему нас призывает труба, трубный звук, который использовался для военного дела, чтобы поднимать людей в атаку, либо каким-то образом их собирать. Мы можем с вами погрузиться в более современную историю использования колокольного звона в больших городах в отсутствии часов или в отсутствии других средств сигнализации. Когда были разные виды колокольного звона, например, набатный звон собирал всех в определенном конкретном месте. Люди понимали, что это значит, что-то произошло такое, что необходимо собраться и узнать новости. Был звон, который, соответственно, соотносил, давал информацию о том, что где-то происходит пожар, что необходимо либо поберечься, не выходить из дома, либо, наоборот, бежать для того, чтобы помогать этот пожар устранять. Так если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я разумею звучание слов, то я для говорящего чудежестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолковании. Это касается нашей с вами сегодняшней жизни. Когда мы с вами приступаем даже к частному молитвенному правилу и к участию в богослужебной жизни церкви, очень необходимо, чтобы мы с вами уделяли особенное внимание для того, чтобы понять каждое слово, каждую фразу, каждый тропарь или молитву, чтобы мы это понимали умом. Это позволит нам с вами полюбить еще больше богослужения, полюбить церковную жизнь. Это расширит наши горизонты, наше представление о вере в Иисуса Христа, о действии Бога в этом мире. Дело в том, что вся наша богослужебная практика, все наши богослужебные тексты, особенно посвященные памяти празднований двенадесятых праздников или каких-то событий года, постов и так далее, они все являются некой экзегезой для Священного Писания. Вот эти мельчайшие какие-то фразы, которые тут же должны соотносить наш разум с текстом Священного Писания, нужно их видеть. И тогда они станут наиболее интересными. А если же мы просто прочитываем текст, не погружаясь в смысл его, то мы бросаем слова на ветер, будем говорить на ветер, как говорит апостол Павел. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум остается без плода». Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. Этот эпиграф предварял собою одну из работ одного очень известного песнописца 20 века, священноисповедника Афанасия Сахарова. Он особенное внимание уделял теме того, чтобы мы с вами понимали, что происходит на богослужении, чтобы мы знали, о чем читается, и чему посвящен тот или иной богослужебный цикл или чинопоследование. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Здесь стоит обратить внимание на следующий фактор. «Священное предание» ассоциирует слова, немного перефразированные апостола Павла, о простолюдине, говорящем «Аминь» на благословение или молитву, которую он не понял, на несуразность этого факта, еще и в уста императора Юстиниана, который писал их патриарху Константинопольскому. Именно в этот период начинает особенное значение иметь утаивание молитв евхаристического канона, а также литургии в целом, от слуха молящихся. Это было связано с тем, что начинают строиться очень большие соборы, соответственно, перекричать это пространство не представляется возможным, а более того, общины совершенно уже к этому времени отделяются от управления церковного, очень четко проходит линия раздела между клиром и лайками, клиром и мирянами, и, соответственно, порванная связь удаляет клириков немножко от мирян, и возникает такая идея, что эти молитвы может слышать только посвященные. Конечно, уже литургика XX века, пытающаяся реконструировать древние тексты, пытающаяся обратить литургическое богословие в святоотеческое русло, она возвращает это на новый, выводит это с того уровня, который был, и сегодня на патриарших службах мы с вами можем обратить внимание на гласное чтение евхаристических молитв, которые делают литургию наиболее понятной. Далее. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано «Иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда они послушают меня», говорит Господь. Итак, языки — суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Итак, очень интересная фраза апостола Павла «Будьте дети, будьте на злое младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Это говорит о том, чтобы мы с вами к злу, к греху были младенцами, простыми, и самое главное, неискушенными грехом. А по уму очень важно быть совершеннолетними. Во многих из нас еще буйствует юность максималистских таких высказываний, максималистских действий, которые иногда портят нашу духовную жизнь и вводят нас в еще большие согрешения. Так вот, языки называются, дар языков апостолам Павлом называется знаменем для верующих. Не для верующих, точнее, а для неверующих. Мы видим с вами события Пятидесятницы, когда апостолы, проповедуя, стали доступны людям, не знающим еврейского языка или арамейского, более общепотребительного, в Израиле, в Палестине. А пророчество, то есть откровение божественное, а также проповедь, она для верующих больше, для тех, кто уже знает о вере в Иисуса Христа. Если вся церковь сойдется вместе, все станут говорить незнакомыми языками и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют и войдет, кто неверующий или незнающий, то не всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падает ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Обратим здесь внимание на следующее. Сначала апостол Павел говорит, что дар языков — это для неверующих, а не для верующих, а пророчество наоборот. А здесь он говорит, что если неверующие или незнающие войдут к вам в собрание, и в это время все будут говорить на разных языках, у человека может сложиться впечатление, что здесь общество совершенно ненормальных людей. А если будете пророчествовать, то он увидит эту силу Божию и уверует, падет ниц, потому что будет обличаться со стороны пророчествующих, и его, может быть, совесть откроется заново, воспрянет от сна. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Дело в том, что здесь апостол Павел старается сделать какое-то хотя бы чинопоследование в богослужении древней церкви. Оно харизматично, оно свободно. У кого-то псалом, у кого-то поучение, у кого-то язык, у кого-то истолкование. Книга Дидахе, найденная рукопись, которая позволяет нам немножко проникнуть в эту структуру, но уже чуть позже апостольского периода времени, но в то же время мы видим, что молитва харизматична, предстоятель сам сколько хочет Писание читается, столько и читается, сколько хочет благодарить, столько и благодарит. Но однако уже возникает какие-то рамки, какие-то структуры. И здесь апостол Павел предлагает, что если кто говорит на незнакомом языке, говорите трое или много трое, то есть достаточно троих, и то раздельно, не вместе. И если нет истолкователя, вообще молчи, говори на этом языке просто Богу, изливая ему вот в частной молитве, не в общей. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. О чем же здесь идет речь? Ряд экзегетов соотносит это со следующим характером нашим. Когда мы много говорим, очень часто мы начинаем переходить уже от откровения божественного больше к самовосхвалению, показухе какой-то. И вот апостол Павел это не приемлет. Поэтому, если ты заговорился, а другому уже пришло откровение, а Дух Святой свободен выбирать, кому и когда будет приходить это откровение, то молчи и пусть Он начинает говорить. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церкви домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. А разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? Здесь апостол Павел говорит, казалось бы, неприятные для ряда людей слова о том, что женщина в церкви домолчит. И очень часто вне контекста, когда начинают использовать эти слова апостола Павла, то этим самым закрывают рот буквально иногда в очень грубой форме женщинам, приходящим в церковное собрание. На самом деле здесь апостол Павел явно говорит не о, в принципе, каких-то словах, а о том, чтобы в собрании они не пророчествовали, не использовали дар языков, чтобы не пытались залезть на амвон для того, чтобы произнести проповедь. Это должно было показать церковь в данной культуре адекватной, потому что, конечно, женщина в эпоху античности была неполноправным членом общества. Более того, сегодня у нас с вами женщины во многих храмах являются певчими почти во всех. Где-то читают женщины во время богоснужения, и никто не препятствует им в этом. Это касалось определенной культуры и определенных проявлений в церковном собрании. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Апостол Павел не запрещает, но призывает к тому, чтобы все было по определенному, спокойному, благочестивому, благопристойному и чинному последованию. На этом мы заканчиваем с вами 14 главу и целый блок рассуждений апостола Павла о различных дарований духовных, которые были в коринфской общине. Храняй вас и Господь, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова